Девушки отдыхают На странице номер 9 Нашли задание Расшифруй пословица Все увидели? Первая пословица русская Все нашли? Да Где находится ключик? Знаем? Да, в конце Расшифруйте, пожалуйста, кто пословица Вдруг вознается, где Поднимите руку, получил что-то, как же пословица Замечательно А теперь скажите мне просто Как вы понимаете эту пословицу? Друг познается в везде? Друг может... Наколечко, пожалуйста, только встаем Друг... Настоящая дружба, да Друг может тебе помочь Только в везде Мы узнаем, настоящий ты друг или... Или нет, хорошо А теперь скажите, пожалуйста, ребята Как вы думаете? О чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? О дружбе О дружбе А что нам нужно для того, чтобы достичь цели нашего урока? У вас на столе лежат план урока Все увидели? Да Внизу вам даны слова для справок Поработайте в паре И подумайте, какие слова можно вставить в план нашего урока Пара будет готова? Димочка вдвоем работаем вместе с Колей Так Чья пара готова? Взяли за ручки и показали Чья пара готова? Так Есть, вижу 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 Итак Есть Есть Итак, пожалуйста Николета Вы что считаете вставить слова? Слушать Слышать о дружбе Понять, что в дружбе самое главное И познакомиться с эмоциями и качествами человека Абсолютно так Поднимите ли кто согласен с тем, как стали ребята? Хорошо Молодцы Итак, мы с вами начинаем проводить А начинаем мы с нашей разной песни Мы разные Разные Мы одинаковые Тихонечко встаем Помним Диалеты На каких-нибудь Помним, какие Диалеты Выходят Да Быстрее Быстрее Кто выходит Да Напоминаю, ребята Не по 10 слов По одному признаку Все помнят? Приготовились По хлопку Мы меняемся местами Ну давай Я с тобой буду Шесть Приготовились Приготовились Хорошо Хорошо Да А разный Ох, вот Президент А разный Почему? Почему? Мы уже приятные Все по одному разу прошлись Спасибо, ребята Все Итак Скажите мне, пожалуйста Какие у вас встречались Чаще всего ответы? Интересно Дима Пол Рост Волос Волос Еще Глаза Цвет глаз Одежда Одежда Еще Рост Еще Цвет волос Длина волос Так Так Хорошо А скажите мне, пожалуйста Цвет глаз Волос Пол Рост Мешает ли Это мешало Вашему общению? Нет Нет Так значит У меня вопрос Так вот следующий Может ли нам Разные Разные мы с вами Разные по цвету По цвету волос По росту Мешает ли Нашему общению? Конечно же Нет Скажите А национальность Может помешать Общению? В виде Груз Твоя Его Тревожит Ты не спишь Он спать Не может И во всем Без дальних слов Он полночь тебе готов Да по действиям Нисходный Верный друг И вестец Негодный Итак Я слушаю Ваш ответ Согласны ли мы С теми высказаниями Которые вы прочитали? Да Да, мы согласны Какое высказание Мне понравилось Больше всего И почему? Самый главный вопрос Почему? Николеточка Слушай Мне понравилась Безистинная дружба Жизнь и что Так, почему? Потому что Когда ты не дружишь Человеком Тебе скучно становится Хорошо, Сереженька Ни водой, ни огнем Мы не пользуемся Так часто, как дружбы Это значит Что мы Не так часто Пользуемся Ни водой Думаю, ни огнем Как чем? Как дружескими Отношениями Замечательно А если бы тебе Что понравилось? Друг не тот Кому я могу говорить Потому что Настоящие друзья Могут любую тайну Друг другу рассказать Абсолютно верно Итак А теперь У меня к вам Следующее задание Я вам сейчас Расскажу Две причины А вы мне должны Подобрать Во-первых Объяснить Как вы поняли Две причины А затем Подумать Какое из этих Рассказываемых К Данным причин Вот Итак Первая причина Жили были два соседа Пришла зимушка Зима Выпал снег Первый сосед Ранее утром Вышел с лопаты Разгревать снег Перед домом Пока расчищал дорожку Посмотрел Как там дела У соседа А у соседа Аккуратно Утоптанная дорожка На следующее утро Опять Выпал снег Первый сосед Встал на полчаса Раньше Принялся за работу Глядит У соседа Уже дорожка Проложена На третий день Снегу Намело По коленам Встал еще раньше Первый сосед Вышел Наводить порядок А у соседа Уже дорожка Ровная Прямая Просто Изобретение В тот же день Встретились Они на улице И говорили О том О сем И тут Первый сосед Мы взначале Спрашивали Послушай сосед А когда ты успеваешь Снег перед домом Убирать Второй сосед Удивился сначала Да я никогда Его не убираю И так ко мне Друзья ходят Какая из Этих Высказ Мне которые Только что Прочитали Подходит К данной Пличе Как вы думаете Украшение Украшение Дома Это друзья Его посещающие Правильно Украшение Дома Это друзья Его посещающие Скажите Так почему Первый сосед Никогда Дружку свою не убирает Потому что Небезает И топтать Снег И топтать Снег Хорошо Ну а вторая Ребята Притча Историческая Раз мы говорим Об исторической Притче Притча называется Цезарь И река Кто же такой Цезарь Посмотрите Мать Не обоясила Картиночку Цезаря Цезарь Это древний римский Государственный деятель Политик И писатель И вот у Цезаря Был единственный Человек И друг Которому он доверял Это его лекарь Более того Если он болел То лекарства Принимал Только тогда Когда лекарь Собственноручно Подаст их ему Однажды Когда Цезарь Не очень хорошо себя чувствовал Он получил Анонимную записку Все понимают Что такое Анонимная записка Да Что для этого Лекаря Это то что Нужно То есть без чего Записка Без подписи Без подписи То есть никто Не представился Хорошо Бойся самого близкого Друга своего Лекаря Он хочет тебя Отравить Было в той записке И через некоторое время Пришел лекарь И подан Цезарю Лекарство Как вы думаете Что мы будем Познать и дальше Прямо положите Да Девочка Ну предположение Что могло бы дальше Ну что он Лекарство Вместо того Чтобы она его Излечила Он может Его убить Так Хорошо Другие предположения Есть Нет никаких Ну что могло бы Произойти еще Сережа Царенко Он мог выздороветь Наоборот Он мог выздороветь От этого лекарства Хорошо Еще Все Предположения Больше нет Сережа Он мог не взять Лекарства Он мог не взять Лекарства Хорошо А вы теперь Послушайте Что же было дальше Тот Отдал другу Полученную записку И пока Тот читал Выпил До последней капли Всю лечебную смесь Друг застыл В ужасе Повелите Как ты мог Выпить то Что я дал тебе После того Что ты прочел Скажите Как вы понимаете Слова цели Лучше умирить Чем у самих Своих умирать Ну Пофилософствуйте Ну Ну Костя Если Своему другу Доверяю Что То ты не будешь Как будто Читать письмо Какие-то записки Ты записки Не будешь дырять А будешь дырять Кому Другу И еще Слушай Давай вместе Пообщаемся А не с Димой Ну Почему Как ты понимаешь Коленька Ну ты же с Димой Только что Объясняла Объяснил же нам Так Хорошо Николеточка Ты как понимаешь Почему лучше умирить Чем перестать Дырять трубу Самое главное Ребята В дружбе Чтоб вспомнить Доверие Доверие Если нет доверия То естественно Уже нет жизни А теперь Какое высказывание Подходит Под это Ну Какое высказывание Не доверять друзьям Дозорнее Чем быть Ими обманкой Конечно же Не доверять друзьям Дозорнее Чем быть Ими обманкой Итак А теперь У вас было Ребята Домашнее задание Да или нет Да Вы должны были Каждый себя Изобразить В виде определенного Фрукта Да Помни о том Что мало того Что я изобразила Себя в виде фрукта Я еще должен Объяснить Почему я себя Изобразил Именно этим фруктом А не другим Помни Фрукты приготовились Мы сейчас С вами будем Собирать Несурмор Есть Итак Вначале Я слушаю Какие фрукты Вы приготовили Есть Объяснение Пожалуйста Решайте Потому что Лишня растет Со своей парой Я решила так Потому что Я Растолкнулся Своим другом Со своей мамой Хорошо Мама тоже Наш друг Ярис Пожалуйста Я так Растолкнулся Я вызываю Потому что Его нужно Разделить На две половинки И поделиться С другом Так Хорошо Слушаю Виноград Потому что У него много людей Ярад А у меня много друзей А у тебя много друзей Хорошо Слушаю Я тоже Сделала виноград Потому что Я могу Разделить Гроздь винограда Ты в виде чего Представил В виде себя А рядом С тобой друзья Рядом с тобой Друзья Слушай Потому что Можно его Разделить С друзьями Так Еще Слушаю Еще Владик У тебя что Это у меня Банан А я его выберу Потому что Я его могу Разделить Тоже Ну хорошо Смотри Все Клеим свои фруктики Нет Каждый раз Приклеили Так Собираем Фрукты В нашей вазе Все Разные Есть одинаковые Конечно же Ну скажите Вот это разнообразие Оно Вашему Общению Как-то помешало? Нет Нет Конечно же Такое разнообразие Вашему Общению Не мешает Ну мне бы хотелось Тоже Своё яблочко Приклеить Я тоже Себя Ассоциирую Ведь яблочко А кто знает Почему Я сейчас Объясню Потому что Яблоко Полно Сока А я Полна Знаний Яблоко Делится Этим соком И я Сами Точно Так же Делюсь Вашими Знаниями Я тоже Могу Приклеить Своё Яблочко К вашему Большому Натюрмоту Так Так Картина Подайте Тому Одноклассник Которого Вы Изобразили И вот Каждый Из вас Собрав Букет Сделает Его Уже У себя В тетрадке Наподобие Этого Ну А сейчас Мы с вами Сделаем Небольшую Физминутку Итак Наша Физминутка Называется Назови Эмоцию Есть? Приготовились? Да Помним Что эмоции Мы не путаем С качествами Людей Да Эмоции И качества Это разные вещи Я напоминаю Раз Два Три Вот Эта половина Вам не Открасается Вы Не называете Положительные эмоции Которые помогают Общению Ваша половинка У вас Отрицательные эмоции Которые мешают Общению Людей Приготовились? Приготовились Итак Слушаю Доверие Так Ликование Ликование Уважение Уважение Печаль Печаль Жалость Жалость Досада Досада Можно Ловиться Николай Недоверие Недоверие Замечательно Итак Теперь Скажите Мне Пожалуйста Среди Каких Эмоций Хотели Оказаться Вы Положительные Байка Естественно Среди Только Положительные Эмоции Абсолютно Верие А сейчас Мы с вами Выполним Следующую Работу У вас Будет Работа В группах Вот сейчас Вы должны Будете Уже Говорить Не об эмоциях А о качествах Людей У вас Я вам Каждой В группе Раздам Листочки На которых Перепутанные Эмоции Вернее Качества Людей Положительные Помогающие Общение С качествами Людей Мешающие Безотрицательные И вы должны Распределить На две Группы Напоминаю Как мы работаем В группе Мы общаемся Но никому Не мешаем И учимся Выслушивать Всех Коллега И назначаем Человека Который потом Будет Объяснять Почему Вы распределили Эти качества Именно Понятно Понятно Итак Пожалуйста Первая группа Собирается Возле партии Николеты Тихонечко С вами Николета Двинулись Вот вам Поразбирайте Кто будет у вас Рассказывать Вы видите Кто будет Рассказывать Самоуверенность Тактичность Уважительность Надежность И Актинистичность А мешают Общению Вежливость Бестрахность Трубость И вспыльчивость Замечательно Ребята Вы согласны С одним Дедушком Да Согласны Соберите Пожалуйста И сели На свои места Нет Гляньте Сними В чем Смысл Собирание Афантика Я понимаю Если бы ты Собирал Конфеты Никто Ничего Мне не говорим Я стал Откладывать Теперь у меня Целая Коллекция А как ты Всегда Знал Что это Просто Мусор Поэтому И не говорил Я просто Знал Что ты Не поймешь Своей Своей Ну Договаривай Своей Тугодубной Головой Но Фантик Вот Из зеленой Полоской У меня Такой Есть Но Ничего Он пригодится Министик Путь Министик 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 Кроша, ты даже не представляешь, как я рад, что нашел тебя, как будто нашел редкий фантик. Больше! Я так рад! Как это это? Вопрос. Вы поняли из мутинок, что же такое раритет? Это не это. Это что-то очень редкое. Очень редкое, очень ценное. Правильно, раритет. Это очень ценное и очень редкое. Скажите, пожалуйста, до рандвала была коллекция лёжиков. Да, коллекция была очень дорогая. А теперь вспоминайте, какие эмоции были показаны в нём, когда ёжик объяснял Крошу, что такое раритет? Вспоминайте. Взлого. Так. Костя, какие эмоции? Взлого, конечно же. То есть он объяснял уже созлостью. А почему он объяснял созлостью? Слушай. Крош что? Не понимал, и он пытался вот таким образом выяснить, что такое раритет. Скажите, а вот эти эмоции к чему они приняли? К чему привели? К чему привели? Он чуть не потерял друга. Он чуть друга не потерял. Правильно. Они же поругались. И крошик его ушел. Скажите, пожалуйста, что такое? Крош пришел, а бреда домой. Он подумал и решил, что? Вернуться. Вернуться и помириться с ним. А теперь, знаете, а в какую погоду крошик дошел? Да, сейчас дождливый. Дождливый. То есть, несмотря на плохую погоду, на ветер, на бурю, крошик все равно пришел к ежу. С чем же он к нему пришел? Как он пришел на ветер? Сначала хотела ему дать конфету, а потом он ее сам съел, и она до него не пришла. Но ему подарил фантик. Фантик, потому что ежик собирал что? Фантики. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а чем история закончилась? Девочка. Они помирились и стали снова друзьями. Они помирились и стали друзьями. А кто видел, что в конце этого фильма для ежика оказалась важнее? Коллекция или друг? Друг. Друг, конечно же, друг оказался намного важнее. А вот теперь, исходя из этого фильма, у нас есть задание в тетрадке. Изобразите символ дружбы. Петрадок открыли. Цветные карандашики взяли. Страничка одиннадцатая. Открыли. Все увидели. А вот как вы изобразите дружбы? Что входит в понятие вашей дружбы? Попробуйте изобразить, но предупреждаю, не просто изобразить, а вы должны еще объяснить, почему вы выбрали именно этот элемент. Задание понятно? Пожалуйста, к работе перспективы. Спасибо. Поехали. 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 Хорошо. 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 Рисование может быть только сивопс. Поэтому работу заканчиваем. Вот. 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 И войдёмся объяснять, что вы изобразили и в виде чего. Хорошо. Слушай, Серёжа, что ты изобразил? Я изобразила людей, которые держатся за руки. Несколько человек, которые держатся за руки. Хорошо. Паренька, ты что изобразил? Я нарисовала. Я говорю, ты этот друг берёшь на другую. Руку помощи. Замечательно. Что ещё я изобразила тебе? Я нарисовала три человека, разными приносами написи, которые держатся за руки. Умничка. Хорошо. Что изобразил, Костя? Я нарисовала человека. Так. Хорошо. Хорошо. Что изобразил ещё? Мне вот Слава интересно. Славочка, ты что изобразил? Я нарисовала радугу. Радугу. Объединяет дружба. Их объединяют все цвета в радуге. Объединяет дружба. Умничка. А теперь я бы хотела свой знак показать. Я изображу. А вы мне объясните, почему я именно вот так изобразила дружбу. Как вы думаете, почему я вот так изобразила дружбу? Есть предположения? Дружба. Можно с другом поделиться. Поделиться с другом. Знак равного. Типич, вы помните, мы с вами учили объяснение, что такое дружба. Это какие отношения? Равные. Равнодравные. Равнодравные. Франция. Равнодравные отношения между друг другом. Абсолютно верю. Равнодравные. Ну, а теперь, ребята. Наш урок подходит к концу. И мне бы хотелось задать вам вопрос. Еще раз. Вернитесь к плану вашего города, пожалуйста, в перестольщике такого конкурса в плане друга. Посмотрите на него внимательно и скажите. Сегодня мы с вами на уроке по плану достигли своих целей урока или не достигли. По столовице мы с вами поработали. О, с эмоциями и качественными человеками, помогающими общениями и мешающими общениями, знакомились? Да. Дружбе самое главное. Вы поняли, что это такое? Так что в дружбе это самое главное? Равноправное отношение. Друг, конечно. И что еще? Доверие, конечно же, между друзьями. А теперь следующее задание. Раз мы с вами справились, скажите мне, пожалуйста, какие задания вам понравились больше всего? Дарисовать символ дружбы. Дарисовать символ дружбы. Сереж, тебе что больше? Просмотр мультфильма. Просмотр мультфильма. Я смотрю на тюрмор. Что? На тюрмор. Тебе понравился хорошо. А тебе что? Мне когда рассказывали, чем похоже, отличаемся. Так, разминка, чем похоже. Рассказ про друг соседей. Рассказ про друг соседей. Тебе что понравилось? Да, знаешь. А? А теперь послушали следующее задание. По одному. У вас есть три смайлика. Мне урок понравился. У меня понравился, но как бы эмоций положительных я не получил. И мне урок не понравился. Тихонечко подходит. Первый ряд. Берем магнитики и ставим рядом. Так, сейчас мы посмотрим. Второй ряд, пожалуйста. Томат, там, может быть, как на тело уроки? Как на тело уроки? Томат, видите, как на тело уроки? Продолжение следует... Есть друзья, а для них у друзей нет выходных.